МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня исполняется 88 лет Виктору Павловичу Дубровскому. Его день рождения так широко отмечается в Десногорске не случайно. Виктор Павлович творил на сцене музыкальной школы нашего города. Именно там он основал оркестр русских народных инструментов. В музыкальной школе Десногорска стартовал первый межрегиональный конкурс, посвященный памяти заслуженного артиста Российской Федерации Белоруссии, основателя оркестра русских народных инструментов Виктора Павловича Дубровского. Конкурс проходит два дня в большом и малом залах музыкальной школы. 10 декабря выступают юные скрипачи, балалаечники, дамбристы и гитаристы. А в пятницу, 11 декабря, приедут исполнители-народники – аккордеон, баян, гармонь. В конкурсе участвуют дети из Смоленска, Рославля, Ельни, Ершичей, Шумячей и Десногорска. Деткам нужно как можно больше участвовать в таких открытых мероприятиях, выступать на сцене, показывать свое мастерство, показывать рост своего мастерства. Поэтому это дает возможность расширить круг общения детей – раз, повысить их творческую деятельность – два, и, конечно, показывать свое мастерство и свое развитие в глазах своих преподавателей и своих родителей. Надеемся, что выступления юных музыкантов порадуют родителей, преподавателей и зрителей. А конкурс обязательно приживется в нашем городе, расширит свои границы и станет традиционным. Любители музыки могут посетить конкурсные выступления в музыкальной школе. А 16 декабря в Нейтрино состоится концерт Смоленского оркестра русских народных инструментов имени Дубровского. 9 декабря в Молодежном центре Десногорска прошла викторина «История Отечества. События люди». Она была посвящена празднованию Дня Героев Отечества. Итоги интеллектуальной игры в нашем следующем сюжете. Всех собравшихся молодых десногорцев приветствовала Елена Ренёва, специалист комитета по культуре и молодежной политике, отметив, что подростки все вместе и каждый в отдельности в этом юбилейном году много сделали для родного Десногорска. Исполняя указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Бутина, руководство нашего города, руководство всех областей нашей страны вручали ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали «70 лет Великой Победы». И мне очень приятно, что все вы, находящиеся в этом зале, принимали активное участие в таких мероприятиях. А было их не один десяток. Все вместе и волонтеры, и поисковики, и воспитанники клуба «Ангел» в этом году вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, вместе с участниками локальных войн и конфликтов, возглавляли колонну горожан в праздничном шествии, посвященном Дню Великой Победы. И вместе с вами, все вместе, мы сажали серию победы на Горгане Слава. Все молодежные объединения города получили из рук Елены Реневой благодарственные письма. А затем пришло время доказать, что молодежь знает историю своего Отечества. Викторина проходила в три тура. Письменные ответы на вопросы, фото-вопросы и командная игра. Шесть команд, молодежные редакции «Поколение», поисковых отрядов «Высота» и «За Родину», организации студенческого актива «ОСА», волонтерский отряд Десногорского энергетического колледжа и военно-патриотический клуб «Ангел» уверенно и быстро давали ответы. Итоги подводила компетентная жюри. Победила команда поискового отряда «Высота», на втором месте молодежная редакция «Поколение», на третьем – организация студенческого актива «ОСА». Я не знаю, как у нас это получилось сделать. Вот наш человек, который все знал, все почти. Видишь, который нам помог. Да, нам помог. Было трудно, было трудно все вспоминать и много чего еще не знаем. Будем совершенствоваться. Все участники викторины получили сладкие призы и памятные подарки. Поздравляем! 9 декабря в выставочном зале историко-кроеведческого музея «Феникс» открылась выставка юных художников Десногорска. Подробности в следующем сюжете. Эти выставки организуются художественной школой ежегодно. В зале своей работы представили пять ее лучших воспитанников – Ангелина Миронова, Анастасия Кольтюгина, Екатерина Шугарина, Ксения Гунькова и Марина Молодикова. Об этих юных талантах знают не только у нас в городе, но и за его пределами. Их работы побеждали на многих районных, областных, зональных и международных конкурсах. Педагоги гордятся каждым своим учеником. Это своеобразный отчет, то, чем занимается художественная школа. Это своеобразный толчок в творчестве нашим детям, которые видят свои достижения. Это своеобразная наука детям, которые учатся в художественной школе. Есть на кого равняться. Наша Десногорская художественная школа – ступень в будущее многим своим выпускникам. Полицейские накрыли склад контрафактного алкоголя на окраине Смоленска. Во время обыска обнаружено более 45 тысяч бутылок продукции элитных марок. Сотрудники УМВД России по Смоленску совместно с региональным управлением ФСКН России установили транспортный канал и перевалочную базу элитной алкогольной продукции, предназначенной для поставки в различные регионы России. В ходе исследования данной алкогольной продукции было установлено, что федеральные специальные марки и акцизные марки не соответствуют заведомо подлинным образцам, имеющимся в коллекции УВД. Информация на марках не соответствует информации на этикетках. В структуре бумаги отсутствуют микроволокна – красные и красно-желтые. Номер марки плохо читаем и осыпается краще вещество номера. Представленные на исследовании жидкости не соответствуют ГОСТам и этикеточным данным по крепости и химическому составу. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к незаконному обороту фальсифицированной алкогольной продукции на территории региона. В следственном управлении УВД России по городу Смоленску возобождено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, используемое для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок, либо федеральных специальных марок. На дорогах нашего города продолжаются сплошные проверки. Всё дело в пьяных водителях. За прошедшие 11 месяцев сотрудниками госавтоинспекции было выявлено 4904 нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением автомобилем в состоянии опьянения. Такая профилактическая мера необходима, так как подавляющее большинство происшествий на наших дорогах совершается по причине крайней низкой дисциплины как водителей, так и пешеходов. И ещё одна информация для автолюбителей. В Смоленской области снизились цены на дистопливо. Компания «Роснефть» снизила розничную цену на зимнее дистопливо на 20 копеек. Теперь оно стоит 35 рублей 80 копеек. Цены на бензины остались без изменений. А сейчас предлагаем вашему вниманию новости Смоленской атомной станции. В Десногорске 7 декабря прошёл открытый интеллектуальный турнир Смоленской АЭС «Что, где, когда». В игре принимали участие 16 команд. Победителем стала команда «Креатив» из города Рославль. На второй ступени пьедестала сборная команда Десногорска 3000-х. Третье место у работников отдела ядерной безопасности и надёжности Смоленской АЭС «ОЯП». Следующий турнир запланирован на 29 января 2016 года. А 9 декабря работники медицинских учреждений территории расположения Смоленской АЭС приняли участие в обучающем семинаре. Для медработников Рославля и Десногорска концерн «Росэнергатом» организовал видеоконференцию со специалистами НИИ «Проблем экологии» и Неправительственного фонда имени Вернацкого. Они обсуждали проблемы современной медицины и новые методы профилактики иммунных заболеваний. Как сообщают РИА новости, пенсию неработающим пенсионерам в 2016 году проиндексируют дважды. По расчётам чиновников, средняя пенсия достигнет 12 600 рублей. Пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут. Федеральное правительство пообещало повысить размер минимальной зарплаты аж на 4 рубля. Сейчас она составляет 6 200 рублей. Смоленские профсоюзы предложили губернатору превратить 4-рублёвое повышение в 200-рублёвое. Губернатор одобрил инициативу защитников людей труда. С 1 января 2016 года на территории Смоленской области минимальная заработная плата будет 6 400 рублей. Для этого областному бюджету потребуется изыскать дополнительно более 30 миллионов рублей. Уважаемые десногорцы, обратите внимание на объявления в подъездах своих домов. МУПККП, как управляющая организация, предлагает на всеобщее рассмотрение изменить проект договора управления вашими домами. Для этого она предлагает провести общие собрания в каждом доме для согласования условий договора до 15 января 2016 года. Всю необходимую информацию вы найдёте на сайте МУПККП и на информационном стенде, находящемся по адресу 3-й микрорайон при стройках к дому 1-Б. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok